Продолжение следует... Дорогие друзья, я Иванов Константин. До некоторого периода времени я был врачом-кардиологом, научным сотрудником, а также журналистом. Теперь я врач-специалист. И хочу вам сказать, что тот разговор, который сегодня должен был случиться, мы ждали очень долго, поскольку разговор очень важный, очень нужный, очень честный, открытый и прямой. Потому что, дорогие друзья, этот разговор будет с Олегом Букарычем-Талибовым. Это замечательный не просто фармаколог, кардиолог, доцент, кандидат наук. Это прежде всего замечательный человек, с которым, ну честно, друзья мои, приятно подискутировать, приятно поговорить, приятно найти какие-то общие точки соприкосновения. Ну и самое главное, все-таки найти истину. Я вот Олега уже вижу. Олег, привет. Привет, Костя, привет. Как это? Олег Талибов, человек и доцент, да? Олег, да, 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 да. Да, добрый день, добрый день, друзья. Ну, действительно, я по специальности клинический фармаколог. И вот если Константин, будучи кардиологом, сейчас совмещает работу с работой врачом-инфекционистом, или я не знаю, как это сейчас назвать, врачом-пульмонологом, врачом-терапевтом, то в моей жизни изменилось не сильно многое. Как был клиническим фармакологом, так клиническим фармакологом и остался. Другой разговор, что сейчас очень много времени, сил отнимает именно работа с больными с COVID, потому что, ну, действительно, ну что, ну сейчас вот такая вот ситуация. И потому что фармакотерапия этой болезни, она очень неоднозначна, она очень агрессивна, и самое главное, мы до конца не можем понять, насколько эта агрессия оправдана. Вот до сих пор, к сожалению, нету по сей день у нас определенной уверенности. Да, я на самом деле в очередной раз вижу только одно, я так и знал, что, собственно говоря, так и будет. Олег, это человек очень скромный, а все, кто его знает, на самом деле, он же не просто клинический фармаколог. Друзья мои, это совершенно чудесная терапия, это также кардиолог. Просто так оказалось, что клинических фармакологов у нас действительно не так уж и много. Кто я в этой ситуации оказался? Друзья мои, формально по тому документу, который я подписывал, я врач-специалист. А если говорить на деле, то недоинфекциолог, хреновый эпидемиолог и что-то вот типа еще вот около вот этих вещей, потому что мы столкнулись с тем, собственно говоря, к чему мы вообще не были готовы. Ну, если говорить честно, в общем-то. И тут, наверное, мне было чуть-чуть проще, чем, может быть, скажем, врачам-стоматологам, потому что я все-таки терапевт по первому образованию, потом уже кардиолог. Наверное, вот в этом свою роль это что-то сыграло. Ну, и так, для затравочки, друзья мои, я хочу вам сказать, поскольку инфоплод у нас присутствует, я не знаю, многие из вас уже осведомлены, но у нас так называемое посидите дома продолжается до 31 мая. А теперь, вот, я не думаю, что многие сильно об этом, от этой новости, конечно, обрадовались, потому что, ребята, мы, конечно, остаемся не просто врачами, мы остаемся абсолютно нормальными людьми, мы все прекрасно понимаем. Вот, но с точки зрения, я хочу вам сказать, именно врачебной профессии мы вас действительно очень просим, потому что, знаете, правда, непросто. Поначалу, говорю, были хихоньки-хахоньки, был какой-то сарказм даже, особенно в медицинской среде, ну, дескать, очередной бронхиту, очередной РВИ, который мы там как-то так или иначе пройдем. Мы его и так пройдем, тут нет сомнений, просто проходить мы будем чуть сложнее, если все-таки вот эти всплески будут. Я прямо сейчас, честно говоря, за 10 минут до эфира выглянул в окно, гуляют прямо, ну, уже там, если не мама с коляской, как-то раньше было, то уже по 4-5 человек уже спокойненько, с баклажечкой уже где-то, еще чего-то люди гуляют. Вот, поэтому, ребята, ну, вот, правда, очень хочется, чтобы вы немножко потерпели и помогли нам. Но вот самое главное, Олег, с твоего позволения, мы сегодня будем очень много обсуждать именно фармакологии, без нее никуда. Я хочу прежде всего, дорогие друзья, которые уже присоединились, которые это посмотрят, чтобы вы себе задали внутренний вопрос, который мы так часто обсуждаем там, условно говоря, на просторах социальных сетей. Безусловно, мы не можем обойти вопрос гидроксохлорохина, раз, и мы не можем обойти вопрос лапинавира с ретинавиром. Так вот, друзья мои, мы, как, впрочем, и наши все друзья прочитали за это время, я думаю, с такой количеством информации, которую мы не читали несколько лет точно совершенно. Мы уже умудрились поработать с этими пациентами. Есть абсолютно точно убежденное свое мнение, то, что эти препараты, ну, лично я скажу, да, что я пока вижу, что эти препараты не работают абсолютно точно. Но есть другая точка зрения, у нас все-таки есть рекомендации, которых мы придерживаемся, и мы их обойти, ну, это было бы абсолютно неправильно, поскольку эти рекомендации тоже не высосаны из пальца, надо сказать, а эти рекомендации все-таки брались из тех уже исследований, которые прошли, в том числе и в Великобритании, и Франции, разумеется, Китае, и так далее. Поэтому очень любопытно, чтобы было открытое, честное, прямое ваше мнение, не только на предмет того, какие вы статьи читаете, это все правильно, это все очень здорово, мы постоянно до этого говорили про доказательную медицину, а чтобы еще был некий опыт, потому что можно сказать, я вот даже взял шапку такую, Олег, я в ней в бане обычно хожу, называется у меня там «Батя на шапке», вот, поэтому... Вот, потому что, ребят, все очень просто, с одной стороны, а с другой стороны все чудовище-то сложно, то есть, как в этой ситуации действовать до конца, мы, наверное, не знаем. Но, Олег, вот я первое хочу у тебя спросить, вот у тебя было пару твоих уже выходов, ты, кстати, как главный, один из первых все-таки таких маститых ребят, первое, что было, я как помню еще, когда я выкладывал фотографию, Иванов, что это за борода, вышел тоже в маске, поэтому ты сделал все сразу, ты как настоящий инфекционист, к тебе вопросов нету, скажи первое ощущение, разумеется, как ты вышел, что посмотрел, что изучил, ну и вот по поводу вот этих двух препаратов для начала. Ну, Кость, давай начнем с того, что действительно, я сейчас нахожусь, например, в ситуации, да, с одной стороны, я вспоминаю, там, нас в институте, в общем-то, к этому готовили, нас этому учили, мы должны были там работать в разных условиях, нам говорили... Вообще, я когда учился, мне говорили как, что ты поедешь по распределению, попадешь в деревню, будешь там сидеть у себя в деревне, у тебя не будет никакой помощи, и ты будешь лечить один из все болезней, в том числе тебе неизвестные. Вот, у меня так в жизни не произошло, но вот я сейчас, наверное, впервые в жизни я столкнулся с неизвестной болезнью не в единичном там количестве, которую обсасывают, как какой-то уникальный кейс, а в количестве, ну, 750, там, плюс-минус занятых коек в больнице, в которой я работаю сейчас. Вот, и у меня мнение меняется по нескольку раз в день, вот я честно говорю, потому что все, что я буду сегодня говорить, это сразу такой дисклеймер, ребята, я свое мнение говорю про... Да, я опираюсь на что-то, причем я, на самом деле, сейчас вынужден много читать, а просто... Олег, прости, пожалуйста, Олег, знаешь, давай сразу, пусть для всех будет прям сразу такой строкой от нас, от обоих дисклеймер тогда, они не ведут, что говорят, лучше сразу так. Да, примерно так. Смотрите, я сейчас вынужден погружаться в какие-то параллельные специальности, сейчас, кстати, я не знаю, знают, не знают коллеги, сейчас, например, UpToDate для врачей сделал бесплатную подписку, по крайней мере, до конца мая, то есть вот я сегодня, например, там сидел в UpToDate и читал, что там вообще высевается из легких обычно, потому что это другая проблема. Ну, давайте начнем сначала. То есть вот, итак, вот мы сейчас имеем, да, у нас сейчас есть все-таки плохие, хорошие, но более или менее структурированные рекомендации поведения этого состояния, потому что они нужны по-любому. Вы поймите, мы с Костей сейчас можем там рассуждать, мы можем философствовать, мы можем, не знаю, швыряться друг в друга умными цитатами, но у нас сейчас очень большое количество наших коллег. У нас пришли терапевты, у нас пришли хирурги, у нас пришли урологи, у нас пришли лороги, гинекологи, которые лечат пневмонию. Представьте, гинеколог лечит пневмонию. Вот он лечит. Костя, знаешь, что я больше всего боюсь? Ну, как шутка, конечно. Это все закончится. А дальше урологи, хирурги, гинекологи скажут терапевтам, ребята, а мы-то терапевтами работать, оказывается, можем? Вполне. А вот вы поработайте хирургами теперь. Ты знаешь, Олег, этого точно совершенно не будет, потому что один из моментов, который мы сегодня будем точно обсуждать, это антибактериальная терапия. И вот тут как раз показывает, насколько грамотный все-таки терапевт. Ну, да, естественно. И вот все-таки эти рекомендации нужны. И в этих рекомендациях действительно есть основная и альтернативная схема, в которой включаются препараты плаквенил и комбинация лапиновир и тенавир. Причем я хочу сказать соговорочкой, друзья мои. Если комбинация идет, то у нас идет плаквенил, гидроксихлорохин с азитромицином, а лапиновир и тенавир у нас идет с бета-интерфероном. Вот такая комбинация используется. Ну, это вот для стационарных больных, потому что в поликлинических рекомендациях там все либеральнее. Причем иначе, да. Вот, действительно, давайте скажем, эти рекомендации, они не с бухты-барахты появились. То есть были сперва какие-то серии кейсов, которые показали, что именно плаквенил, гидроксихлорохин и азитромицин, они приводили к улучшению прогноза. Это были серии наблюдений, они были опубликованы. Да, потом было проведено несколько исследований, где, к сожалению, эти препараты не показали преимущество над стандартной терапией. Но сейчас, насколько мне известно, большие такие мегатрайлы сейчас ведет ВОЗ, мегатрайл Solidarity. Значит, европейцы ведут Discovery и британцы ведут исследование Recovery. Вот, идут три мегатрайла, в которые как раз эти схемы включены. И данных этих мегатрайлов пока еще нет. И, наверное, когда эти мегатрайлы состоятся, ну, если они в унисон там что-то нам скажут, да, мы скажем, что, надо же, какие мы были глупые, мы заблуждались. Либо, наоборот, слава богу, что мы именно так лечили пациентов. Вот. Другой разговор, что данные этих мегатрайлов могут разойтись. И тогда мы опять будем это обсуждать, по всей видимости. Вот. Но сейчас мы исходим из того, что какая-то базисная терапия должна быть назначена. И, ну, наверное, это базисная терапия из всего, что у нас имеется в доступности, ну, наверное, самое логичное, вот из того, что есть. То есть, можно говорить, что это наименьшее зло, да, окей. Ремдесивира у нас пока еще нет. По нему получены обнадеживающие данные, но его пока в России нет. Данные, кстати, тоже очень разные. Опять-таки, данные именно пока обнадеживающие, не более того. То есть, идет поиск, идет поиск там других противовирусных препаратов. Вот. Мы сейчас не будем говорить о том, что в пайплайне есть некоторые препараты, которые, в общем-то, даже продаются в аптеках, они зарегистрированы. Я просто не хочу, чтобы кто-то там помчался в аптеку и покупал, и не хочу хайповать на этом деле, потому что пока вот это, что называется, там, на этапе перехода от концепции к человеку, и даже еще, даже непопробованного. Вот. То есть, реперпозинг, да, или перенацеливание. На перенацеливание направлено, ну, больше 200 разных сейчас молекул, больше 200 разных препаратов. Вот. Давайте начнем, наверное, с гидроксихлорохина. Я думаю, что это будет правильно. Я хочу некоторым нашим коллегам напомнить, может быть, не помешает, в том числе для молодых коллег, в общем-то, если просто немножечко даже копнуть, чтобы такой был ликбез для себя, что препарат постаринный на самом деле. И тут вот какая история. Тут история связана с одним достаточно известным французским ученым, который уже лет 20 пытается, конечно, хлорохин исходно, а уж потом гидроксихлорохин пропихнуть в те или иные трайлы. То есть, мы эту историю тоже очень хорошо знаем. Более того, лично французы, когда все-таки решили посмотреть тот же самый гидроксихлорохин и препарат, который используется просто как H2-гистаминовый блокатор, в общем-то, они показали абсолютно идентичный результат. Вот что еще было очень любопытно. И еще, наверное, вот какая проблема. То, что мы бы, наверное, тоже хотели, и вот мы видим пациентов, когда вот кажется, что по некоторым показаниям, поскольку сам препарат токсичный, а у нас другие есть препараты, что его не хочется, ну, никак назначать, мы этого чисто этически делать не можем пока. Вот у нас нет плацепоконтролируемых исследований как таковых. То есть, в этом, наверное, тоже есть сложность. В этом очень большая сложность, потому что это же, ну, к врачу, врач не исследователь, врач не фармаколог, врач-врач, он должен лечить. К нему приходит пациент, к нему привозят пациента, ему надо что-то назначить. То есть, для врача, понимаете, раньше мы про грипп говорили как, что, ребят, там ОРВИ проходит с лечением за 7 дней, без лечения за неделю, ха-ха-ха, хи-хи-хи. Если у вас там мамочка очень беспокойная, либо пациент очень беспокойный, да назначите вы ему гомеопатию, и пусть он счастливо ее принимает и думает, что он лечится. И ему так будет спокойнее, от вас он отвержится и так далее. Здесь мы столкнулись с совершенно другим возбудителем и совершенно другим течением заболевания, когда мы действительно не понимаем, мы не можем предсказать развитие. То есть, у некоторых, некоторые вообще переносят его, как поясняется, не чувствуя, у некоторых там какая-то минимальная клиника, а некоторые просто взрываются, у них лёгкие просто взрываются, они дают взрывную клинику. Причём иногда это происходит вот прямо на глазах у врачей, в течение нескольких часов развивается это состояние. А у некоторых, друзья, клиника, это при том связано, недавно опубликовал было с нашим близким врачом, Олег его тоже знает, я не буду, конечно, озвучивать, как вообще антитаминовое отравление. Поэтому вот что это до конца, мы тоже не понимаем. Да, и поймите состояние врача, то есть вот врач подходит к пациенту и говорит, ну давайте лежим там, дышим кислородом, ничем не лечимся, три дня у него всё хорошо и на четвёртый день у него резкое ухудшение. Что скажет себе врач, даже не пациенту, что он себе скажет, что он его ничем не лечил. Во многом с этим связано именно вот такое вот, ну не вполне подкреплённое твёрдыми доказательствами желание всё-таки назначать базовую противовирусную терапию. Ну вот здесь, да, здесь вопрос, конечно, в отношении противовирусной и вообще в отношении плаквинила, конечно, он сложен сам по себе, потому что инвитро мы прекрасно понимаем, что те концентрации, которые там существуют, того же сам плаквинила, они, конечно, ничтожные абсолютно. Абсолютно. Вот. И вот, говорю, я абсолютно солидарен в этой, как правило, говорю, ещё если бы меня спросили бы полгода назад, я бы постарался избежать любого препарата абсолютно. И я так же и говорил бы по поводу вот этих семи дней, недели. Я, в общем-то, и сейчас придерживаюсь такой же истории в отношении остройспираторной вирусной инфекции в целом, честно говоря. Вот. И, конечно, куда удобнее зачастую в этой ситуации действительно назначить гомеопатию, зная то, что она никак хотя бы не повлияет. Вот в чём делаем. Да. Ну вот. Да, ну, теперь в отношении токсичности гидроксихлорохина, потому что мы действительно, мы когда назначаем препарат, мы реально очень боимся его токсичности. Но вот смотрите, у нас три препарата есть этого ряда. Гидроксихлорохин, хлорохин и мифлохин, все три препарата вошли в рекомендации. Мифлохин у вас нет. В рекомендациях есть. Нет, у нас его нет. А, ну, вам повезло. И нам повезло. Ну, я сейчас объясню, почему. Дело в том, что это препараты одного ряда. Делагил, то есть хлорохин и гидроксихлорохин, они отличаются там буквально в одном месте О, в другом месте О, а в гидроксихлорохине О, аж там гидроксигруппа. Вот. И, собственно, всё. Но при этом у них разные фармакокинетические свойства абсолютно. Гидроксихлорохин, он просто быстрее гораздо выводится, потому что мифлохин и хлорохин, они гораздо, у них очень длинные периоды полуведения. И если мы получим токсический эффект этих препаратов, мы от этого токсического эффекта будем избавляться очень и очень и очень долго. То есть поэтому, конечно, это единственное, что говорит нам о преимуществе гидроксихлорохина. Ну, и у мифлохина, когда этот препарат был в 70-е годы, если не ошибаюсь, Хоффман-Лерошин был синтезирован. Собственно, у него основная задача была, это как раз-таки, он для армейских людей, американских, для американских диджаев, которые служили во Вьетнаме или где-то там, вот, как профилактика малярии. И они отказались от этого препарата просто по причине его очень плохой переносимости по сравнению с гидроксихлорохином. То есть если мы не можем сказать, что у мифлохина какая-то сверхъестественная эффективность, конечно, это сейчас не препарат выбора, просто по тому, что исторически он хуже переносится. А теперь гидроксихлорохин и вопросы его переносимости. Первый вопрос, который напрягал всех, когда мы входили в эту схему, это то, что он комбинируется с азитромицином. Два препарата, которые обладают одним и тем же подлым свойством. Они удлиняют интервал КУТЭ на ЭКГ, ну и, соответственно, повышают риск, повышают предрасположенность к развитию желудочковых нарушений ритма. То есть тогда торсат Депуан, да, самое худшее, что может быть в плане желудочковых нарушений. То, чего мы боимся больше всего. Да. Вот. И вот мы с Костей, например, еще когда все это начиналось, мы обсуждали там, каким образом стратифицировать этих пациентов, там, что с ними делать, как оценивать у них риск. Ну, Костя, я вот не знаю, у тебя может быть собственный опыт, я вот сейчас уже свое могу сказать. Я не могу сказать, я два случая удлинения КУТЭ выше 500 миллисекунд только отловил. Могу сказать тоже по опыту, могу сказать по опыту, поскольку я, наверное, один из первых тогда заговорил именно по поводу как раз удлинения КУТЭ, разумеется. И тогда даже не было еще и речи по поводу комбинации с азитромицином, при том, что следует понимать, что если мы говорим про антибактериальную терапию, то азитромицин в плане удлинения КУТЭ, он совершенно ничтожен. Есть антибиотики, которые нам дают чудовищное удлинение, то есть это не тот, собственно говоря, препарат, которого мы должны так бояться. По личному опыту видел, видел раза два-три, видел очень интересный случай, я вам тебе обещал рассказать, когда страшно испугались. В общем-то, это был артифициальный ритм, но это просто надо тоже понимать вообще, что пациент находится на стимуляторе, и у него навязанный ритм идет. Видел один случай, когда реально нужно было отменять это по всем критериям, которые совпали еще с трансаминазами, отдельно обсудим, тоже такая любопытный кейс получился. И, конечно, самое плохое, то, что видел, это не связано исключительно с гидроксихлорохином, это связано с самой тяжестью и соматикой пациента, который был исходно на аммиадароне, у которого был широкий желудочковый комплекс, у которого были прогрессирующие как раз ЖТ, и у которого он был отменен и назначен плотвинил. Вот эта история, она очень плоха сама по себе, так нельзя ни в коем случае было. Если говорить про какие-то постоянные вот эти истории, что я постоянно вижу КУТ-коррегированный, больше 480 миллисекунд, ну нет, особо не вижу, вижу приближение, при том, что на тех же самых аккуратном назначении небольших доз бета-блокаторов это уходит. Да, совершенно верно, вот абсолютно те же самые впечатления, просто когда у себя внедряли протоколы, локальные протоколы ведения больных, отдельно было прописано, что если пациент получает аммиадарон или там саталол, вдруг по поводу каких-то нарушений, не надо отменять аммиадарон, оставьте его, тем более, что даже если пациент насыщенный, вы его сегодня отмените. Совершенно справедливо, он и был насыщенный, он уже шел на 200, там стандартно, стабильно, и все было хорошо. Да-да-да, он никуда не денется, еще там неделю-две недели, как бы, и этот риск все равно будет сохраняться, поэтому этим пациентам просто не надо назначать эти препараты, вот как бы там не хотелось назначить, не знаю, плаквенил с адитромицином, со словами там, а, давайте отменим аммиадарон, если все равно ничего не случится, случится, потому что вы отмените аммиадарон еще там неделю... Друзья мои, случится 100%, мы это видели, мы это видели. То есть здесь мы не комбинируем абсолютно. Вот, тут еще очень любопытный, наверное, кейс, про который, ну, не кейс, вернее, то, что мы должны сказать, то, что Масачушеновское исследование, это показало как раз, они сразу стали отменять адитромицин именно, то есть они даже оставляли в итоге гидрофсихлорохин. А адитромицин в большей степени удлиняет КУТЭ, то есть если есть риск, то все-таки адитромицин, добавка адитромицина здесь, ну, наверное, выше. Грубо говоря, это очень механистичное понимание, 75 на 25%, да? Ну, да, да. Ну, это так, это очень механистичное допальство. Ну, пожалуй, эти вещи, они сильно не оправдались, я говорю, вот, при том, что я говорю, я правда один из первых говорил, это как кардиолог, это как бы достаточно известно, это как раз с Раулией началось, собственно говоря, его за что стало ругать коллегия французская медиков. Но вот так вот на деле нужно это отследовать? Нужно. То есть вот так, чтобы... Но это нам лишь подсказало, как вот мне кажется, на перспективу, что мир не будет иной, потому что мы с Олегом прекрасно обсуждали, что это, в принципе, исходно, должны и терапевты, и кардиологи про удлинение интервала КУТЭП помнить вообще, в принципе, при назначении терапии. Да? Вот, наверное, что. Ну, и здесь, конечно же, такой совет, потому что у нас схема, у нас схема гидроксихлорохин-азитромицин, она является схемой амбулаторной, и очень многие врачи опускают гидроксихлорохин, назначают азитромицин. Ну, так, в общем, домашняя пневмония, вот, небольничный азитромицин как бы показан, и у него там какие-то надежды на противовирусный эффект. Тут, ребята, ну, перед тем, как это назначить, все-таки снимите электрокардиограмму, потому что азитромицин удлиняет КУТЭ, и это в любой ситуации. КОВИД есть, КОВИДа нету, препараты азолидного ряда и препараты оксихиналонового ряда, это препараты, удлиняющие КУТЭ, и при их назначении это рутинная практика контроля электрокардиограммы, контроль именно корригированного интервала КУТЭ. При том, что, если говорить с точки зрения профилактики, наверное, немаловажный вопрос. Ребята, одно дело, когда вы находитесь у нас в амбулаторных клинических условиях, другое дело, когда вы находитесь дома. Вот с точки зрения профилактики, наверное, я бы совершенно точно сказал, опять же, скажу, это лично мое мнение, что это очень небезопасная история в силу того, что есть определенный токсический эффект. Очень простой, как вы понимаете, на этих двух препаратах, что это у кого-то рвота, у кого-то диарея. Диарея, кстати, достаточно часто возникает, причем, при том, что неоднократно. Вот в клинике мы очень часто видим у этих пациентов гипокалиюмию, очень часто видим. То есть подавляющее большинство всех этих ребят, которые лежат, они там на калиевом магниум аспаргенате, так или иначе. То есть мы капаем и калий, и магниум. Вот восполнять дома вы этого не будете 100%, скорее всего. Поэтому вот как с точки зрения просто профилактики просто поесть, вот этого, мне кажется, делать совершенно точно не надо. Да, естественно. Вы капаете калий магниум аспаргенат, мы проще глюкозы калиевой смесь с добавлением сульфата магния. Очень хорошо. Но потому что действительно это очень-очень много. Я практически не вижу высокого калия, но калий пограничный либо калий сниженный вижу постоянно. 3,8, 3,6. Да, и одно из распространенных. То есть вот я уже начинаю, когда смотреть, например, там анализы, я сразу заглядываю в калий. Потому что действительно, потому что поносят. Поносят пациенты на этом деле. Вот. Ну и еще, конечно, такое наблюдение, да, мы уже говорили с тобой, это трансаминазы. Вот это самое любопытное на самом деле. Я сегодня, разумеется, прочитал твой пост. Я очень этого ждал, потому что я тебе звонил буквально 3-4 дня назад, мы как раз обсуждали вот эту историю. Вот в том числе и что же делать с гептопротекторами, которые вроде у нас не имеют большой доказательной базы во всей этой истории. Вот я тоже стал обращать внимание, при том, что трансаминазы, что любопытно, а если мы сейчас говорим, разумеется, про АСТ и АЛТ, то растут они, надо сказать, у всех очень по-разному. И вот тут, конечно, циалитические эффекты и так далее, очень трудно оценить, что это именно. Потому что у кого-то они растут там в 2-3 раза, да и черт бы с ними, в общем-то. А у кого-то они в 2-3 раза выросли, ну, условно говоря, там до 80. Вот. И ты на следующий день приходишь, а они 300 встали у тебя. Вот. И как вот на это реагировать? Опять же, это побочный эффект лекарственной терапии, это сам вирус так работает. И что вообще с этим делать? Вот. При том, что понятно, что чисто в идеале, чисто в идеале, когда мы там можем взять сразу там, например, международно нормализованное отношение и еще какие-то показатели, чтобы мы тогда можем сходу там, тоже можно обсуждать, сразу там отменить эту терапию. Вот. Но при этом, при всем, у кого-то, например, я обращал внимание, вот мы получаем эти трансаминазы, мы действительно отменяем, опять же, гидроксохлорохин. Вот. И через пару дней, через пару дней, вот как действительно какой-то токсический, гепатоксический эффект, мы видим хорошее снижение. Вот. Поэтому вопрос очень открытый в этом плане. Вопрос открытый. Я для себя, как бы вот до сих пор не могу принять решение, потому что я сейчас постепенно эволюционирую. У меня сперва, сперва я на повышенные там, там две с половиной нормы трансаминаз, там условно сто и больше, я кидался уже сразу, что это гепатотоксический эффект терапии. Но все больше и больше убеждаюсь в том, что, наверное, это симптоматика основного заболевания. Активация макрофагов, да, Искул? Да, да, да. Активация макрофагов. Сегодня там буквально выложил, вот с этом, собственно, с постом, статью из журнала Nature от вчерашнего, по-моему, дня, где механизм этого всего был описан. И поэтому... Ну и вот сегодня в итоге многочисленных консультаций вот пока что для себя и для локальных, так сказать, нужд пришел к такому... Мы пришли к такому решению, что до трех с половиной трансаминаза изолированно мы воспринимаем... Ну, мы воспринимаем спокойно. Мы не делаем выводы, это гепатотоксический эффект, это эффект лекарства, либо это и то, и другое вместе взятое, но мы продолжаем терапию, если у нас нету других признаков явного поражения печени. То есть если у нас не увеличился билирубин в два раза, если у нас не упали резко альбумины, если у нас не изменилось МНО. То есть вот если нету явных признаков гепатоцеллюлярной недостаточности, мы спокойно к этому относимся. Дальше четырехкратное увеличение трансаминаза, в первую очередь и АЛТ, как специфичного печеночного все-таки фермента. Четырехкратное увеличение АЛТ – это признак более вероятного того, что это гепатотоксический эффект. Ну и здесь по принципу уменьшения риска мы гидроксихлорохин будем убирать. Собственно говоря, у нас тактика точно такая же. В отношении, наверное, то, что я тоже хочу сказать, я абсолютно согласен, чтобы не забывали, действительно, ребята, не забывайте про билирубин. Мы так часто это забывали в обычной практике, честно говоря. А тут это бывает зачастую, что мы в моче его видим уже. Ну, еще такой, как бы, я говорил, лайфхак. Этот лайфхак на третьем курсе института проходит, на пропедевтике, да? То есть, если у вас билирубин, если вы сомневаетесь там прямой-непрямой, сделайте щелочную фосфатазу. То есть, сразу разделим гепатоцеллюлярный синдром и холестатический синдром. Пошла вверх щелочная фосфатаза в два раза, холестаз. Вот за что Олега обожаю и щелочную фосфатазу, и сейчас мы ЛДГ разложим по всем трем фракциям, сейчас мы пройдемся по всему. Ладно, мы не будем залезать в ЛДГ. Давай остановимся на уровне гепатоцеллюлярного синдром. Я к тому, что, ребята, главное, чтобы лаборатория не сказала, что давайте-ка вы тормозите, что нам не хватает на все на это. Не-не, щелочная фосфатаза – это только если попер вверх билирубин, да? Естественно. Естественно, кстати, в отношении КФК, МБ-фракции и тропонина это тоже, кстати, немаловажно, особенно тропонин, потому что мы лично это отслеживаем. У всех? Потому что практически у всех пациентов, потому что в том числе есть определенная работа уже. Я, честно, в практике не видел, хотя вот этого больше всего опасался двух вещей, честно говоря, именно кардиологических. Нарушение ритма проведения, разумеется, у этих пациентов. И второе, конечно, это какие-то любые проявления типа миокардитов, которые будут уже впоследствии. Ну, миокардит и потом вот из какой-то больницы… Ну ладно, там в Фейсбуке выкладывали два или три кейса «Токацуба», например, на фоне COVID-синдрома. Ну, «Токацуба», да, «Токацуба». «Токацуба» они были, есть и будут, а вот то, что действительно в Европе есть небольшая вспышка «Токаясу» у детей… Кавасаки. Ой, Кавасаки, Кавасаки, да, 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 да. Вот это немаловажно, потому что вот все-таки вот этот воспалительный эндотелиальный компонент, вот, он немаловажен, поэтому тут лучше оценить. Ничего страшного от того, что мы взяли тот же самый тропонин, вот, в общем-то, я не вижу. Олег, давай вот, наверное, к каким-то очень важным ключевым вещам сейчас подойдем. Друзья, вы пока все-таки слушаете, вот очень хотелось бы, чтобы, когда будет этот эфир, когда вы будете смотреть в том числе в социальных сетях, набрасывайте основные вопросы, те кейсы, с которыми вы сталкиваетесь, чтобы, я почти уверен, что эта программа будет не одна. Но куда проще отмечать предметы на вопросы, чем сейчас разбирать все, потому что мы когда с Олегом обсуждали вот эти различные схемы взаимодействия, но это объять-необъятное на самом деле, потому что очень много патологий разных. Костя, я подчеркну, извини, я подчеркну, даже не столько вопросы, мнение. Нас все время, нас очень интересует мнение, потому что мы постоянно сейчас контактируем друг с другом, там, из разных больниц, мы буквально каждый день получаем какую-то новую информацию, и у нас меняются даже, ну, какие-то тактические схемы у нас меняются от дня ко дню на основании каких-то полученных результатов. Совершенно верно, потому что меняется в том числе и наша психология, психология поведения врачей, потому что, вы поймите, врачам действительно не очень просто, потому что они, на самом-то деле сейчас, забыв про какие-то свои внутренние обиды, про свои дискуссии, там, кто круче в плане доказательной медицины, они реально просто пытаются помочь пациенту, вот, при этом не заболев самому. Так вот, именно поэтому очень важные кейсы, те кейсы, которые вот мы видим, там, Боря Бриль, например, постоянно мне присылает, вот у него было уже 40 или 50 пациентов на гидроксихлорохине, он показал, что он не работает абсолютно. Вот, нам будет туда тоже чуть проще, чтобы потом хоть какую-то структурировать свою внутреннюю базу, которая есть. Самое главное, наверное, любой пациент, который поступает, уже не новость, но, тем не менее, мы должны об этом напомнить. Низкомолекулярные гепарины. Вот. Как применяете, что применяете, почему мы не можем применять ноаки, почему мы зачастую, сейчас обсудим, уходим от того же плавикса 2B3A, вот, что без низкомолекулярных гепаринов мы никуда. Ну, да, пожалуй, что гепаринотерапия, это и кислород, это только вот две вещи, на которых сходятся все, то есть они, безусловно, показаны, ну, практически всем больным, поступившим в стационар, то есть предусматривается, что в стационар пациент поступает все-таки с определенной степенью тяжести. Это не говорит о том, что их там надо, не знаю, легким пациентам, носителям вводить, естественно, а то меня тут уже спрашивали, не надо ли для профилактики гепарин поколоть, ну, без каких-то других дополнительных факторов тромбоза. Вот. Да, мы, естественно, мы вводим, у нас сейчас, пожалуй, что споры только в одном, когда уходить от профилактических схемов ведения и переходить на терапевтические схемы. И я сразу же еще хочу порекомендовать одну штуку, потому что вот я работаю еще из, ну, консультирую периодически просто своих друзей, однокурсников в больницах, у которых, например, нету достаточного количества фракционированных гепаринов. Мы немножко, да, мы все-таки в Москве, мы находимся в очень таком, ну, мы разбалованные, у нас очень все хорошо. Да, 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 у нас СИЗы, у нас лекарства там практически все есть, а ведь в России сейчас существует, в любую российскую провинцию, уткните, здесь сейчас та же самая проблема, и там все ее как по-другому будет выглядеть. И вот задают вопрос все-таки, какой гепарин? Вот вы знаете, это просто опять такой, что ли, лайфхак. Я просто рекомендую в качестве, если дефицит, если вы понимаете, что его надо будет делить на много пациентов, в качестве профилактического, для профилактического использования все-таки брать обычный гепарин, нефракционированный, потому что, ну… Вот контрольно только. Да, на самом деле я спокойно отношусь к тому, что там даже АЧТВ при введении 5000 единиц под кожу живота три раза в день, что АЧТВ там контролируется от случая к случаю, потому что там подбора дозы по АЧТВ нет. То есть все-таки если мы даем лечебную дозу гепарина, мы должны давать его по-хорошему инфузию и контролировать, титровать скорость инфузии по АЧТВ. Вот. То есть здесь, ну, у меня такой колхозный, да, опыт еще идущий. Но опыт не колхозный, кстати, Олег… Из 90-х годов. Я хочу сказать, что со своей стороны то, что ты, наверное, тоже во многом очень прав, потому что, например, многие онкогематологи, потому что мы сейчас вот эти ситуации тоже видим немало, как раз они отходят от фальксифаринового гепарина, и они как раз, мы оставляем их просто на гепарине. Единственное, что под контролем АЧТВ все-таки, им так спокойнее. Это привычка, возможно. Я просто ссылаюсь на свой опыт, там, работы во второй половине 90-х годов, когда после инфарктов по старинке всем лепили в городских больницах гепарин 5 тысяч 4 раза под кожу живота. Вот никаких кровотечений не было. Ну, живот был, да, разного цвета. Там по животу можно было понять, там, сколько времени пациент находится на этой терапии. Вот, но все-таки лечебные как раз-таки дозы, более высокие дозы гепарина, конечно же, лучше использовать, оставить фракционированный гепарин на лечебные дозы. То есть, ну, это мы говорим о ситуации, когда нужно экономить фракционированные гепарины. И еще меня часто спрашивают, какой фракционированный гепарин предпочесть. Вот я сегодня однозначно скажу, любой. Вот какой у вас есть, тут его одеть. Абсолютно. Вот просто. Не то время. Наверное, очень важный момент, поскольку, говорю, у нас, ну, во всяком случае, пациентов этих всегда было много, и их никто сейчас не отрицает. Это пациенты СБС и пациенты после стентирования. Собственно говоря, понятно, что они у нас либо на тикокрилоле, либо на, ну, аспирин, понятно, либо на клобидогриле. И вот в этой ситуации оказалось тоже все не очень просто, потому что тот же самый лапинавир, я не помню, у кого он снижает именно, у кого-то повышает. Вот. И там очень такая тоже получилась не очень простая схема, что в итоге лучше вообще на прозугрил уйти у этих пациентов. Было бы лучше уйти на прозугрил, тут причина простая. Прозугрил являет, ну, прозугрил… Клобидогрил – это чистое пролекарство. И клобидогрил претерпевает несколько стадий превращений в печени. И он сильно зависит как раз-таки от активности ферментов. И поэтому его эффект можно просто не получить именно на параллельном применении именно ретонавира, который убивает цитохром-3А4. А вот прозугрил он лекарство… Ой, прозугрил он тоже пролекарство, но у него там только одно превращение, по-моему, 2019 там срабатывает. И то есть, в принципе, прозугрил как раз-таки с лапинавиром, ретонавиром, он комбинируется нормально. Комбинируется, да. Его можно оставить в комбинации, если этот препарат есть. Да, прозугрил является вариантом выбора. В отношении тикогрилора, ну, там есть небольшой риск, что чуть-чуть повышается его экспозиция, но, в принципе, он не такой существенный. То есть, опять-таки, каким образом мы идем? Мы здесь идем по принципу максимального риска. То есть, ну, наверное, все-таки двойная антитрабоцитарная терапия в первые шесть месяцев после коронаропластики, она реально дает эффект, она реально уменьшает риск повторного коронарного события, и мы ее не отменяем. Мы оставляем. Значит, у нас не очень много больных идет на комбинации лапинавир и ретонавир. То есть, в этой ситуации мы оставляем, если по возможности, с тикогрилором. А если у нас нет такой возможности, у пациента, например, какая-то проблема с этим препаратом, опять-таки, у тикогрилора есть просто дурное свойство, его некоторые не переносят, да, он повышает просто дыхание. Они и так с одышкой, ну, они вообще задрукают тут теперь. Вот, то есть, переводить их, скажем, с лопедогрил на тикогрилор, это не очень удачная идея. Когда мы идем, мы оставляем аспирин и назначаем лечебную дозу фракционированных гепаринов. Если пациент у нас находится на двойной антитромбоцитарной терапии, мы добавляем профилактическую дозу фракционированных гепаринов. Если пациент, это пациент СБС, и который, ну, вот, получает постоянно ацетилсалициловую кислоту, мы, соответственно, на нее накладываем либо профилактическую дозу фракционированного гепарина, если это продиктовано, ну, если это возможно, да, либо лечебную дозу, если там у него какие-то есть дополнительные факторы риска, либо тяжелое состояние. То есть по умолчанию, скажем, тяжелые пациенты с именно тяжелым клиническим течением, оговорюсь, что мы сейчас видим, что клиника, она не всегда коррелирует полностью с объемом поражения легких. То есть мне говорят, сетит там 3, как ужас-ужас, да, там 70%. Абсолютно. А мы, ну, он, пациент, он бегает, он даже кислорода не просит, у него там мерят сатурацию регулярно, с удивлением, у него там 97%. Без всякой инсуфляции кислорода. Да-да-да, абсолютно. Такие пациенты тоже есть, и это еще одна из непонятных вещей, почему вот люди настолько по-разному переносят, казалось бы, на КТ идентичную совершенно картину поражения легких. Абсолютно, абсолютно, Олег Солидарин. Более того, вот не только КТ. То есть мы видим разные вещи. Мы видим, зачастую, КТ-2, и пациент себя чувствует чудовищно совершенно. Вот, у него там сатурация резко падает, мы его в промпозицию все перекладываем, сам что-то с ним делаем. Видим КТ-3-4. Вот то, что ты рассказывал. Все прекрасно абсолютно. При том, что совершенно не коррелирует в этой ситуации, это шкала Ньюс. Вот она вообще не коррелирует в этой ситуации практически. Ну, на самом деле, шкала, с моей точки зрения, шкала Ньюс – это такая шкала Дарт Трайдж, первичные сортировки. Первичные сортировки совершенно. Просто должна быть какая-то квантификация. Как-то надо посчитать, какой-то инструмент простой, универсальный, понятный, дать в руки не специалисту, скажем так, не профессионалу в этой области. Просто чтобы любой человек, независимо от специальности, мог хотя бы на что-то опереться. И самое главное, чтобы этим можно было быстро обучить пользоваться, чтобы этим могли медсестры пользоваться, фельдшера, кто угодно. Потому что с этими больными работает кто… Ну, кто работает, тот работает. В общем, кому повезло, тот работает уже. Ну да, ну да. Если возвращаться, все-таки мы антитрабонцитарную терапию обсудили, самая большая история, в общем-то, это ни для кого не секрет, пациенты с мерцательной аритмией. Их много, этих пациентов. Естественно, мы уже, конечно, привыкли к нуакам. Как удобно ими пользоваться. Вот. И тем не менее, вот как вы поступаете в этой ситуации? Понятно, что с лапиновиром вы их отменяете. Вопросов вообще нету, я так понимаю. Да, значит, у нас, если гидроксифлорохин, по умолчанию рассматривается вопрос отмены апексабана-ревороксабана, либо консультация клинического фармаколога в конкретном случае. То есть, когда подразумевается, что, ну, пациент достаточно стабильный, мы на самом деле просто боимся дестабилизации пациента на нааке. Вот. То есть, здесь как бы по умолчанию смотрим в сторону их отмены. То есть, препарат просто отменяется, и, ну, когда пациент должен был принять следующую таблетку, ему делается фракционированный гепарин. Просто делается в лечебной нормальной дозе. Да, да. А теперь, если опять мне задают вопрос... Контроль на варфарин. Значит, с варфарином только одна ситуация, когда мы все... Ну, у нас, скажем так, у нас только... Вот у меня только один, одна такая пациентка сейчас, когда мы не стали отменять хорошо подобранную, идеально подобранную дозу варфарина, это пациентка с имплотированным клапаном. А, ну, тут, да, тут немножко... Да, здесь контроль, и по возможности сохраняем все-таки варфарин. Варфарин можно оттетровать, но в остальных случаях, опять-таки, лучше дождаться снижения МНО. Вот в остальных, там, мерциалка, например, да, там, варфарин. Мы дожидаемся снижения МНО до 2, и начинаем после этого лечить их гепаринами. В отношении добегатрана, вот мне мои коллеги, кардиологи, которые работают с добегатраном, они очень долго убеждали, выкручивали руки, чтобы мы рассматривали возможность снижения со 150 на 110 миллиграмм препарата, ну, там, смотрели еще функцию почек, и все-таки у больных с нормальной функцией почек, уменьшая дозу, продолжали терапию добегатраном. Ну, вот, опять-таки, этот вопрос будет, мы его оговорили в локальном протоколе, он будет, опять-таки, решаться коллегиально, индивидуально, на основании каждого конкретного слова. Там принципиальный момент, на самом деле, в отношении добегатрана, даже 110, то, что мы сейчас очень часто видим, к сожалению, и что чрезвычайно важно, то, что у них очень резко снижается почечная фильтрация у этих пациентов, очень резко. Она вот так же нарастает, и в этом плане добегатран может быть крайне небезобидным препаратом. Да, согласен. То есть, поэтому, как бы, вот это скорее, ну, рассматривается в виде исключения, когда по какой-то причине не хочется заменять гепаринами, либо там дефицит гепарина, потому что, ну, вот опять повторяем, мы работаем не только там на Москву, сравнительно благополучную, но еще учитываем, ну, как бы, приходится консультировать каких-то коллег из российской провинции, где все не так хорошо. Вот. Основной подход такой, что потом у меня есть еще, ну, вот я сейчас скажу немножко крамольную вещь, это немножко такое уже религиозное убеждение. Я на самом деле верю еще в эндотелий протективный эффект гепаринов, просто за счет того, что это молекула, которая тащит на себе дикое количество отрицательно заряженных групп, вот, и, возможно, гепарин сам по себе здесь окажет какой-то эффект, потому что поражение, диссиминированное поражение эндотелия, оно описывается при COVID-синдроме и... при COVID-синдроме, да, вот уже новый термин практически попытался ввести. Да, да. Симптомы комплекс уже прям целые выясняются. На самом деле нет, на самом деле это очень и очень справедливо, всего того, что все-таки мы чаще стали вспоминать про пневмонит, вот, в том числе и благодаря академику Чучалину. Я хочу сказать, что это действительно чрезвычайно важные вещи, вот, потому что от этого и терапия сильно отличается, собственно говоря. И когда мы там уже коснулись зачастую препаратов, которые связаны с эндотелиновыми рецепторами, когда-то мы вообще говорили про силдонофилы, я, честно говоря, когда мы только начали об этом говорить, я просто представил себе пациента, особенно мужика, который принимает лапинавир и тонавир, и силдонофил. Вот такой формагокинетический кривой, да. Совершенно верно. Пример, который я регулярно... Что ты испытываешь, мужик? Да, пример, который я регулярно привожу своим студентам. Да нет, на самом деле испытывать он ничего не будет, скорее всего у него просто резко возрастет экспозиция препарата, потеряется селективность, препарат подействует не только там, где надо, но и там, где не надо. Давление хлопнется, я думаю. Вот тут рискованность. Скорее всего так. Скорее всего так. Поэтому, когда речь идет, дорогие друзья, когда мы обсуждаем тот же самый замечательный молекул, вопросов нет оксида азота, вот, надо понимать, что у нас зачастую большое счастье, когда у пациента есть хоть какое-то давление. Поэтому будьте максимально аккуратны. Вот, а то я уже тут тоже наслужился в отношении, там, назначения того же самого небивалола, который я в обычной жизни очень люблю. Вот, но тем не менее он оказался не такой уж и безобидный с какой-то там молекулой оксида азота. Вот, в отношении, кстати, плеотропного эффекта. Твое личное мнение в отношении статинов, вот, при том, что у нас, получается, в арсенале остался розово и аторво. Розово и аторво статин, да, остались. Честно говоря, у меня твердого мнения вот на сегодняшний день нет. Я знаю, что их, в принципе, некоторые протоколы даже внедряли их на значение для ведения этих пациентов. Опять-таки, мотивирует то ли эндотелепротективным эффектом, то ли еще каким-то, да, уменьшение, то есть уменьшение именно воспалительного, внутрисудистого воспаления локального. Я бы на это идти не рискнул. Другой разговор, что я просто рекомендую снизить их дозу, потому что вот опять, когда, ну вот, когда начинают ползти вверх все ферменты, а тут еще пациент статины получает, вот как-то страшновато становится. Вот я пока, пока скорее против, чем за, но это... С другой стороны, давай с тобой разберем такой чистый классический кейс, что у нас с тобой поступает пациент, у которого, условно говоря, все говорит о том, что у него есть риски возникновения ОКС. Все риски возникновения ОКС. Он идет хорошо на, там, условно говоря, 20-ти аторвостатина. Дозе, вот, ну и на хорошо подобранных ингибиторах, бета-блокаторах и так далее. То есть, при том, что прецедент с ОКС уже был в анамнезе. Лично мое убеждение, что ничего страшного не будет от того, что он останется на этой 20-тке аторвостатина. И что она хоть как-то будет прикрывать его, наоборот. В этой ситуации я с тобой соглашусь, потому что, опять-таки, мы все-таки не бьем по площадям, а за каждым пациентом должны видеть хоть какую-то индивидуальность. И здесь, ну, наверное, я порекомендовал бы просто тщательнее мониторировать, ну, в первую очередь, печень, ну, плюс там ВЗК и ФК следить. Если пациент начнет жаловаться на боли в мышцах, не говорить, что это интоксикация на фоне вирусной инфекции, а подумать, что это, возможно, рапдомиолиз. То есть вот не упустить такой момент. То есть тщательный мониторинг тогда, ну, более тщательный мониторинг. Я не говорю, что за ним там надо гоняться с вакутайнером по два раза в день, но просто отнестись к нему с большим интересом. И вот иметь в виду, что такая жалоба, как боли в мышцах, это не только интоксикация при вирусной инфекции. Давай теперь пару прикладных вообще вещей. А то мы, конечно, мы любим поговорить о высоких материях. Говорить-то в этой ситуации, как мне кажется, надо о достаточно простых вещах. Пресловутая интоксикация, пресловутая температура. И, в общем-то, действия не только парацетамола, а еще и анальгина с димедролом. Потому что вот что тревожит, болеют они именно тяжело из-за интоксикации. Вот это правда видно. И как раз грамм парацетамола действует, разумеется, прекрасно. Но, честно говоря, использование того же самого стариннейшей схемы анальгина с димедролом работает зачастую ничуть не хуже. Аналгин такой же символ России, как и самовар, да? Ну, я вообще поклонник аналгина. И батя, и батя. Да-да-да. Назовем аналгину умным словом метамизол натрия. Просто у нас некоторые горячие головы записали метамизол натрия в препарат, как это говорят, запрещенный во всем цивилизованном мире. Нет, на самом деле, коллеги, это не совсем так. Залезьте просто, кстати, в Википедию. Там можно найти на страничке метамизол натрия. Там статус, по-моему, карты. В каких странах какой статус этого препарата. Потому что, скажем, его применение, оно да, оно в ряде стран, его действительно нет на рынках, в ряде стран является рецептурным препаратом. Я не советую его принимать, вот так вот идти в аптеку и покупать. А вот в больнице, конечно, с определенной долей осторожности назначать его, наверное, можно. Разумеется, речь только про больницу, конечно. Да-да-да, какие недостатки я сейчас вижу. Вот опять по практике. У аналгина одно основное неблагоприятное действие, из-за которого его, собственно, и так все гнобят. Это риск развития гранулоцитопении. И вот вы выводите больному аналгин, и вы получаете у него через 3 дня общий анализ крови с глубокой гранулоцитопенией. И у меня возникает вопрос, вы как это будете трактовать, эту нитропению? Как неблагоприятное действие аналгина или как закономерное изменение при вирусной инфекции? Ну да. А так-то аналгин чисто практически. Аналгин утревенно прекрасный, обезболивающий препарат, жаропонижающий. Действует он жестко, надежно, и, в принципе, посильнее парацетамола будет. Посильнее и побыстрее. Да, и побыстрее, естественно. Другой разговор, что возникнет вот так. Вот просто надо быть готовым к такому вопросу. Кстати, правда. Слушай, как здорово, что поднял тему. Но, с другой стороны, тут можно ко всему так же относиться, опять же, если возвращаясь к статинам, и, например, если нам будет надо в итоге прийти к введению Туцелезумаба, опять же, а у нас будет там трансаминазы в 5-6 раз повышены, то понятно, что мы тогда исходно должны вообще всего избегать, потому что они их повышают. Вот так вот, по формальным признакам. Ну, сейчас Туцелезумаб или Туцелезумаб мы рассматриваем во многом как терапию отчаяния. То есть мы сейчас планово, скажем, не назначаем. Это так ведь и называется упреждающая терапия. Тем не менее, интерлекин там, условно говоря, больше там 40-60. Да, да, то есть когда мы видим... А ЛТАСТ там 5-6 раз повышено, понимаешь? И вот тут мы перестанем вводить, что ли, его? Нет, не перестанем вводить, потому что повышение трансаминаз, оно вот является, кстати, таким, ну, может быть, менее специфичным, но тоже признаком именно приближающегося, надвигающегося цитокинового шторма, как и по подъему интерлекина, как нарастание ферритина, как нарастание цирреактивного белка. То есть опять, ну, цилизума... Нет, мы будем его вводить в этой ситуации. Ну, просто потому что, да, мы понимаем, что дальше будет ОРДС, а, в общем-то, терапия ОРДС, ну, кортикостероидами, ни пульс-терапия, ни низкие дозы, они пока не оправдывают себя. Хоть я тоже говорил, что давайте пробовать кортикостероиды, наверное, что-то будет, там я задексаметазон яростно топил, но с тобой обсуждали это, честно говоря. Да-да-да, вот к сожалению, то, что я же говорю, у меня мнение меняется порой по 2-3 раза в день, но вот то, что я вижу, я просто приведу конкретный кейс, я не буду называть больницу, это не в моей больнице было, это мне вот сейчас коллеги прислали, значит, что пациент достаточно долго был на неинвазивной вентиляции, вот, и обсуждали вопрос, все-таки это цилизума, но по каким-то причинам решили ввести 300 миллиграмм проднизолона. Значит, десатурация произошла буквально в первый же час после вот этого введения. В итоге пациент заинтубирован. Очень трудно трактовать. Трудно трактовать, конечно, но вот... Раз нет ничего, вопросов тут вообще не может быть никаких врачам, как просто неизбежность. Как просто неизбежность. Нет, естественно, если нет цилизумаба или цилилумаба, если нет моноклональных антител, да, действительно, нам нечего делать, потому что если мы имеем надвигающийся цитокиновый шторм, ну да, как в качестве упраждающей терапии можно использовать... Насчет глюкортикостероев, друзья мои, это опять же вопрос к рассуждению, то, что мы с Олегом бы с радостью послушали ваше мнение, если бы тоже были какие-то ссылочки. Тут лично, ведь в чем вопрос? Мы не должны ни в коем случае доводить до этих ситуаций. Вот я лично, когда вижу нарастание цироактивного белка и ту же самую интоксикацию, я не вижу ничего страшного в том, при том, что у нас по формальным показаниям, если мы можем посмотреть, эфиритин, интерлекин-6 и все остальное, даже фактор микрозоопухоли, если мы можем там посмотреть, условно говоря, то от этих 8 или 16 дексаметазона ничего не будет абсолютно. От 8 ничего не будет. Сразу говорю. Мы говорим, там была пульс-терапия. От 8... Нет, пульс-терапия совсем другая история. И вот когда мы обсуждали в том числе с иммунологами и с ревматологами, которые тоже сначала вроде бы говорили, особенно там, зная опыт ревматоидного артрита и всего остального, что вот именно про пульс-терапию, нет, пульс-терапия, она крайне агрессивна в этой ситуации. Крайне агрессивна. Вот. Ну и, наконец, конечно, то, о чем бы хотелось, вот то, что я еще просто, я лично не потрогал руками, я, ну, это вопрос ингибиторов джаккинас. Да. Это барицетиниб и, возможно, это афоцетиниб. Ну, в общем, на самом деле, барицетиниб у нас уже вошел в рекомендации. Скорее всего, при обновлении войдут и другие препараты этого ряда, потому что, ну, я на теоретическом уровне, по крайней мере, все коллеги говорят... А не такимап, у вас есть опыт с ним? Нет, абсолютно. Вот, к сожалению, у меня, у нас вообще этого опыта нету, и, ну, я надеюсь, что он появится там, мы начнем в ближайшие дни с каким-то из этих препаратов работать, потому что, ну, там, конечно, там не надо доводить до той ситуации, когда мы вводим антиинтерлитиновые антитела, то есть там это более, скажем, плановая терапия, и введение этих препаратов, оно, ну, оно дает, если там у нас тоцелезумаб там моментально обрушивает интерлекин, и мы видим, там, ура, подействовало, то там надо подождать, ну, там, 4-5 дней, чтобы получить уже какой-то... Это ты на яму скиназов имеешь в виду? Да, да. Да, но препараты очень любопытные, надо сказать, к сожалению, вот по тому, что я за температурю не получился эфир, я думаю, что мы непременно его все-таки перестроем, а может быть, и вчетвером сделаем с Дарьей Кусевич, с ревматологом как раз в отношении, потому что препарат это очень любопытный по своему дальнейшему механизму действия. Если мабы, такие как тоцелезумаб, сарелумаб и не таки маб, они действуют быстро, эффективно, но потом, вроде бы, как эффект вымывается, то у этих препаратов нет. Вот. И как они будут дальше действовать, вот тоже очень... Мне будет очень любопытно, честно говоря. Просто послушайте. Ну да, но мы действительно, мы не знаем результатов этих препаратов у пациентов неревматологического плана, которым они... Ну, посмотрим. Вот пока просто не рискну судить, и просто еще один аспект, который действительно хочется... о котором хочется поговорить, это ситуация с антибиотиками. Вот. 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 Тут слово, разумеется, исключительно тебе, потому что в том числе это был и для меня ликбез от тебя. К сожалению, то ли мы забываем все это очень быстро с института, то ли мало тоже инфекционных болезней либо клино-фармакологии, то ли мы просто мало с этим работаем в клинике часто, Но я больше кардиолог был, поэтому я там за исключением там трех-четырех случаев, там, условно говоря, с миокардитами, при том, что у меня были и вирусные, и узенофильные, как раз когда они столкнулись. Вот. Я, конечно, для меня это как новая наука уже, потому что тут есть свои нюансы, и нюансы принципиально важны. Я хочу единственное, на чем, чтобы ты обратил внимание, чтобы не забывали менять грамм отрицательный и грамм положительный, потому что из-за этого просто погибают пациенты в реанимации, честно говоря. Сейчас мы до реанимации дойдем, значит, с антибиотиками ситуация такая. Опять-таки, во-первых, отношение к ним должно быть достаточно взвешенное. Да, у нас врачи реагируют, как пациент приехал с пневмонией, давайте ему сразу дадим антибиотик. Ну, чем мне симпатично? Схема плаквилин, плаквилин, гидроксихлорохин с изитромицином, все-таки там антибиотик есть, который при внебольничных пневмониях может быть антибиотиком первого ряда. То есть, один антибиотик первого ряда пациент уже получает в рамках этой схемы. А если у пациента нет дополнительного риска, и если он недавно заболел, второй антибиотик вообще не нужен. Если болезнь протекает уже несколько дней, то, ну, наверное, имеет смысл добавить, но опять-таки, надо начинать это все-таки внебольничная пневмония с очень простых антибиотиков, что не надо разводить полирезистентных зверей вокруг себя, а давайте начинать там с защищенных пенициллинов, ну, защищенный амоксициллин, амоксициллина, клавулонат, либо защищенный цифалоспорин. Причем третьего поколения будет защищенный цифалоспорин вполне достаточно. И дальше у нас возникает вот такая штучка. Мы и так назначили этот антибиотик эмпирически, и в половине случаев он вообще не нужен, вот честно. Мы просто назначили вот чтобы было, что называется. Не знаю, эмпирика, профилактика, вдруг там бактериальный компонент есть. А у нас врачи, это нормальная привычка любого врача. То есть, когда мы назначаем антибиотики, мы смотрим, через 48 часов, там максимум 72 часа препарат не подействовал, ребята, меняем антибиотик, он у нас не действует, больной температурит. Эти больные другие, они температурят 5-7-10 дней. И сейчас еще вот сейчас изменилась тактика госпитализации, может быть, и мы иногда получаем вот этих больных уже на излете после того, как им КТ сделали, там нашли какой-то ужас-ужас на КТ. Они уже попили другие антибиотики? они уже что-то попили, они дотемпературивают уже в больнице. А вот пациенты, которых госпитализируют сразу, надо смириться с тем, что у них эта температура будет до полутора недель. И не надо, у нас, ну, это не только наша проблема, это многих стационаров проблема и многих поликлиник проблема. Этим больным за это время сменяют три схемы антибиотикотерапии. Он, ну, он не действует. Теперь, какие признаки того, что все-таки должна быть антибиотикотерапия, должна меняться? Значит, во-первых, изменилась картина крови. Все-таки, если преобладают в картине крови пошли вверх нитрофилы, да, это уже понятно. Это у нас бактериальная инфекция какая-то появилась. Не надо забывать про такой тест, как прокальцитонин. Прокальцитонин обязательно. Да, прокальцитонин. Это тест, то есть, если он у вас выше, да, то, в принципе, это повод для того, чтобы у этого пациента назначить, либо уже сменить антибиотики. Далее, есть группа риска. Сейчас в больнице госпитализируется, в Москве, например, пациенты из хосписов, из пансионатов и так далее. Это люди, которые находятся в закрытом помещении. У них уже, ну, условно говоря, у них уже пневмония, она не является вне госпитальной изначально по бактериальным показателям. Там уже какие-то граммоотрицательные звери могут жить. Там может жить метициллин-резистентный стафилококкс, ауреус, там еще что-то, да. То есть, у этих пациентов уже должны идти схемы резерва, которые на граммоотрицательную флору действуют. Начинать с амоксициллина, там, ну, как бы, начать можно, не помогло, но лучше уходить на запасные схемы. Я специально сейчас не буду предлагать там какие-то конкретные схемы. В силу того, вот она просто, здесь общий подход. Ну, и дальше вот у них уже надо смотреть там через 72 часа динамику. И третья группа пациентов, это пациенты реанимационных отделений. В реанимационных отделениях, там, в каждом реанимационном отделении там живет какое-то свое зверье. Мы чего больше всего боимся? Мы снегноги боимся. То есть, если псидомоноса и аругеноза высевается, то, в принципе, там уже надо рубить по ней схемами антибиотиков, которые действуют именно на нее. Но вот частая схема антибиотиков у пациентов без дополнительных факторов риска, когда вот просто мы лечим от вирусной пневмонии, но с упорством бизонов меняем антибиотики просто на основании того, что пациент температурит, это может привести к такой неприятной штучке, как, например, просто клостридия в кишечнике будет размножаться. Псидомембранозный калит это состояние прогностически хуже, чем ковид. Сто процентов. Поэтому тут надо быть очень-очень внимательным. И вот еще вот по-простому, как объяснить мне, я просто спрашивал своей коллеги, гастроэнтеролога, каким образом объяснить доктору. У нас очень много с поносами и так далее. Где у нас возможно от противовирусной терапии, а где у нас понос на антибиотиках. Она говорит, смотри, на противовирусной терапии тошнит и несет. А на антибиотиках несет и раздувает живот. Сто процентов. Вот такой, такой как бы, я не говорю, что это сто процентов, но вы знаете, у нас медицина сейчас немножко земская стала, да, и вот такой вот признак просто для того, чтобы заподозрить ту или иную причину диспептических явлений. Абсолютно солидарен, друзья, потому что большинство всех пациентов, они поступают сто процентов на двух антибиотиках, даже вернее не поступают. Им назначают всегда, помимо азитромицина, как уже совершенно сказал Олег точно, либо защищенный пенициллин какой-то назначается, либо назначается холоспорин. Вот. Сразу, сразу, сразу. Не то, что он на азитромицине. Нет. Очень у многих схем используется именно два антибиотика сразу. Еще один комментарий вот тоже по поводу антибиотикотерапии. Вот опять, когда мы в мирное время набегут умные люди, специалисты... Вы больные, с какой статией вы вообще назначаете антибиотик? Нет, прибегут умные люди, у специалистов в области химиотерапии и скажут, что я тут вообще какие-то, не знаю, протоптался по каким-то истинам, но опять вот с чисто практических соображений. Мы же как... Ну, мы когда лечим пневмонию, мы же должны посев мокроты сделать все-таки. Мы должны... Ну, мы начинаем эмпирическую терапию, а потом мы сеем мокроту, уже подбираем по чувствительности. Вот. Ну, вот хорошо, мы сеем мокроты. Значит, у нас очень большое количество пациентов. Они, в принципе, у них сухой кашель. Мокроты нет. Либо она есть, но это не мокрота, ну, дрянь какая-то, не мокрота. В итоге мы в ряде случаев в посевах получаем тех животных, то зверье, которое не живет в легких и не вызывает пневмонии. Некоторые виды стрептококов, например. Это ротовая полость, это глотка в лучшем случае, это какая-то случайная контоминация, но это никакого отношения там к пневмонии не имеет. И еще один момент. Грибок, кандида. Вот этого мы боимся больше всего, конечно. На самом деле, давай говорить так. Для того, чтобы заработать кандидоз легких, надо очень долго лечиться разными антибиотиками и иммунитет должен быть... А прецедент, Олег, прецедент, к сожалению, есть. Есть те люди, которые приходят, которые поменяли уже и макролиды, и карбопенемы, и вторых... Ну, то есть все, вот все, все, что можно, причем дней по 30, то есть 15-20 дней в больнице, 10 дома, и вот ты вот такую чудовищную картину наблюдаешь. Ну, это да, там может быть уже кандидоз, в том числе и легких, но все-таки, если уже речь зашла о кандидозе легких, если мы назначаем какие-то противогрибковые антибиотики, давайте смотреть, что пациент получает в качестве базисной терапии, потому что наложить, например, там флуконозол на имеющуюся терапию лапиновиром, литонавиром, либо, да, азитромицином плюс гидроксихлорохин, это мы получаем уже три препарата, удлиняющих КУТЭ, и три препарата, которые... в метаболизм друг друга в том числе, и самое главное, вот я боюсь, что эффект концентрации в этом случае может быть, да еще и с другой терапией немножко непредсказуем, поэтому я предостерегаю всячески вот такого вот, если увидели в посеве небольшой титр, там 10 третьей степени, 10 четвертой кандиды, сразу же шашки наголу и бросаться на нее с системными противогрибковыми антибиотиками, ну подождите, это немножко другая, скорее всего, ситуация, это скорее всего контоминация откуда-то. Да, у нас на самом деле, дорогие друзья, времени осталось не так много, поскольку я говорю, этот эфир у нас первичный, я говорю, я уверен, что эти эфиры будут. Два момента хочу сказать тоже из практики, то что вот я почему абсолютно солидарен, у нас немало лежит, к сожалению, онкологических пациентов, так же как сейчас и у всех это будет, в том числе гематологических, и помощь, конечно, гематологов, химиотерапевтов, она очень важна сейчас в этих ситуациях, когда она есть. Вот у нас такая возможность, например, есть, и я вам хочу сказать, что у нас есть ряд пациентов, в том числе с неходжкинской лимфомой, с другими различными вещами, которые на очень жесткой терапии цитостатиками, очень жесткой терапии, ничего дополнительно им не назначается, и поверьте мне, друзья, вот эти цитостатики в плане вот этого ковида работают совершенно прекрасно, то есть они в принципе просто попали, там какого ковида нет, он его боится как чертей этих цитостатиков на самом деле. Поэтому, и уже чтобы, так сказать, сокращаясь, Олег, что делать у них с кашлем? Вот я, честно говоря, всегда мутился с этим вопросом, всю свою жизнь. Какие препараты можно, какие можно, какие не нужно, все они типа неэффективные. Вот особенно, разумеется, понятно, с муколитиками, когда там у них сухой кашель, они не нужны, хотя тоже назначаем, почему-то. Что с этим делать? Очень болезненный вопрос, Костя, очень болезненный, потому что, я сейчас, наверное, честно скажу, я не знаю. Ну, флуемуцил, я не знаю, бронгексин можно попробовать, кодеин содержащих препаратов у нас нету. Нету. А вот я уже смеялся. Помните, кто-то помнит, наверное, были таблетки от кашля советские, такие кондовые, там терпингидрат, там было что-то такое. Вот они подавляли кашель. Вот может их попробовать? Я не знаю. Вот тут, честно говоря, потому что несколько пациентов, у которых, у них все хорошо, условно хорошо, как это может быть хорошо, там, при их поражении. Они, ну, они жалуются на кашель. И второе, еще у меня появилось ощущение, что на кашель начали жалуются пациенты, которые просто постоянно на кислороде. Кислород все-таки сушит, раздражает слизистые оболочки. Хоть он вордионный, да там. То есть, если начинает кашлять, может быть, просто постепенно отнимать от кислорода, делать бескислородные паузы, просто смотреть, как пациент на них реагирует. Олег, это очень важно, поскольку, действительно, мы сейчас врач, зачастую просто выматываясь, он там ставит, условно говоря, инсуфляцию там 8 литров, которые совершенно не нужны этому пациенту, вот, которых надо постоянно снижать как раз. Если он выдерживает на трех, ну и зачем ему давать больше? Если он может без них, ну так оставьте на часа на полтора-два. Вот это, кстати, правда действительно очень важная информация. Я хочу сказать, что на самом деле мы сегодня обсудили, наверное, одну восьмую из того, что можно обсудить. Я думаю, что следующий эфир не помешало бы сделать и начать с таких вещей, как я вот сейчас прям в голову приходит все больше и больше, что мы сталкиваемся с анемией, с анемией нередко и с тромбоцитозом тоже. И что с этим делать, тоже пока не очень понятно. Он всегда очень разный у этих пациентов. И сейчас уже, тем не менее, есть кейсы успешного лечения на разной терапии, которые, я думаю, что можно будет показать, продемонстрировать. И последнее, дорогие друзья, что я хочу сказать, что помимо вот этой уникальной возможности пообщаться с клиническим фармакологом и другом, не забывайте, что есть какие-то очень простые штуки, к которым мы сами себя приводим к этим хроническим заболеваниям. Прежде всего, я еще раз хочу напомнить про тот синдром, которым я занимаюсь с самого начала ординатуры. Метаболический синдром ожирения. Вот эти пациенты, друзья мои, болеют очень и очень тяжело. Вот все, когда мы видим на этой картине. И, разумеется, это не может быть не связано с нарушением углеводного обмена, про которое, я думаю, что мы тоже в следующий раз как раз непременно должны поговорить. Поэтому то, с чего начинали, и то, о чем говорил Владимир Владимирович, я помню, когда только начиналось, принимать все меры, даже если они окажутся избыточными. Вот не думаю, что избыточные меры нам нужны, друзья мои, особенно в фармакологической поддержке. А кто же все-таки в этой ситуации батя, решать исключительно вам. Олег, большое тебе спасибо. Ладно, Костя, большое спасибо. Спасибо за это время и за, конечно, момент вот этой коллегиальной поддержки, когда даже выходя в красную зону, можно всегда позвонить по-другому, который телефон там существует, клиническому фармакологу, и тебе станет немножко теплее, веселее и увереннее от своих назначений. Потому что это важно. Ну ладно, спасибо, спасибо большое, большое спасибо коллеге. Вы знаете, вот то, что я сегодня наговорил, я честно, я хочу предупредить, через две недели, может быть, у меня изменится мнение. Мы в очень динамичном мере сейчас живем, но вот на сегодняшний день мы в большей степени даже вот, наверное, делились своим опытом и своими мыслями, нежели какими-то научными данными. Мы практически не апеллировали никаким, не знаю, публикациям, данным исследований и так далее. Ну, что, вот сейчас такая ситуация, такая сейчас у нас интересная медицина, интересное время. Все-таки, ну, не дай бог нам жить в интересное время, как говорится. Ладно, я надеюсь, что все все-таки будет хорошо. Я преклоняюсь перед трудом всех, я просто преклоняюсь перед трудом медсестер сейчас больше всего. Волонтеров, волонтеров. Волонтеров, да, и всех-всех-всех. Я не буду говорить, там, сидите дома, но постарайтесь все-таки обезопасить себя максимально. Ведут масочный режим, ведут перчаточный режим, ходите в масках, ходите в перчатках, слушайтесь по возможности рекомендаций. Вот, я думаю, что лучше, если мы с вами встретимся не в больнице, а за кружкой пива через пару месяцев. 100%, мы-то давно уже об этом мечтаем. Да, мы-да. Хочу вам напомнить, наш дисплеймер, то, что мы не ведали, что говорили, мы говорили, это был исключительно разговор, дружеский разговор двух тех ребят, которые так или иначе пытаются помочь. Это была программа для Первого медицинского канала, и до новых встреч, друзья.